Добрый день! В эфире Рябунг Ти Ви. После обнародования в ночь на вторник 10 ноября совместного заявления премьер-министра Армении и президентов России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе тысячи ереванцев вышли на акцию протеста. 17 политических партий в Армении в совместном заявлении потребовали отставки правительства и премьера Никола Пашиняна. Напомню, что согласно документу в Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых в данный момент позициях. В студии Рябунг Ти Ви председатель партии Советско-Конституционное право Хайк Борисович Бабуханян. Добрый день, Хайк Борисович. Спасибо, что приняли наше приглашение. Хайк Борисович, в эти дни поступают вопросы от наших зарубежных журналистов о том, что происходит в Армении. Насколько принятое соглашение приемлемо для армянской стороны и какое оно будет иметь последствия? Как известно, произошли определенные события, в результате которых мы можем констатировать, что 17 политических партий создали единое движение, которое направлено на то, чтобы нынешняя власть ушла с политической арены. Почему? Потому что мы считаем, что эта власть привела к тем печальным событиям, и в результате которых и было подписано вышеуказанное заявление. Должен сказать, что само заявление мы считаем рамочным, и считаем, что никакой ревизии его на данный момент не предусматривается. А вот что уже надо делать в плане имплементации данного рамочного заявления, вот здесь уже, конечно, есть большой фронт для работы, и мы считаем, что власти, которые сами же довели страну до такой ситуации, волей или неволей фактически развалили и политическую систему страны, и обороноспособность, это все, конечно же, очевидно. То есть власти во главе с Николом в 18-м году, в мае 18-го года, когда совершили оранжевый переворот, и это все было направлено именно на развал страны, потому что оранжевый переворот, он всегда направлен на развал страны. Надо сказать, что этот оранжевый переворот поддерживался соросовскими структурами. Соросовские структуры полностью овладели властью в Армении, это и исполнительная, и законодательная власть, они даже и влезли в национальную безопасность и так далее. То есть полностью овладели властью в стране. Соросовские структуры, как известно, сам Сорос поддерживает Турцию. И тут уже возникает вопрос. Если Сорос поддерживает Турцию, а в Армении Соросовская власть, как эта власть будет сопротивляться турецко-азербайджанской экспансии? А она и не сопротивлялась. Она делала имитацию. Сопротивлялись наши героические солдаты, сопротивлялись наши героические офицеры, народ. Но власть сделала все для того, чтобы развалить фронт. все для того, чтобы фактически развалить до этого дипломатический процесс урегулирования. Она сделала все для того, чтобы наше общество было не едино, для того, чтобы общество было раздвоено, расстроено. Получается небольшой такой славянский каламбур. Но факт в том, что именно власть, именно Никол Пашинян, этот человек, который работает на Сороса, на его идеи, на идеи, всю жизнь работал на идее отдаления от нашего единственного союзника России, вот эти люди, они пришли к власти. Они заняли все главные посты. И понятно, что они не могли, да и не хотели, сохранить единство страны, сохранить обороноспособность страны, боеспособность армии, и на дипломатическом фронте решить, так сказать, все вопросы, и не переводить это в область военных действий. А уже когда начались эти военные действия, по их же вине, потому что они довели страну до такой точки, когда агрессор решил, что можно начать агрессию. То есть провал на дипломатическом фронте, провал в экономике, провал в обеспечении армии, противоборство внутри общества, испорченные до невозможности отношения с главным союзником и так далее. Вот это все, это компоненты того, как Никол предательский довел нашу страну до вот той точки, когда уже ничего не осталось сделать, кроме того, как подписать вот то заявление, о котором уже говорилось. Сейчас, конечно, опять-таки говорю, что в планах 17 партий нет ревизии вот этого заявления. В планах 17 партий есть сам главный пункт, это убрать опозорившее и запятнавшее себя правительство, парламент и убрать ту политическую силу с сегодняшней политической арены Армении, восстанавливать единственное общество, восстанавливать боеспособность армии, восстанавливать, усиливать и укреплять отношения с Россией и дать определенную жизнь этому рамочному соглашению, как я его называю, в том плане, чтобы были учтены очень многие детали, очень многие нюансы, которые пока что не раскрыты, их надо раскрывать. Но для того, чтобы вести нормальные переговоры, а переговоры о них практически только и начинаются, нужна адекватная, не опозорившая себя власть, которая воспринимается в мире, воспринимается нашими союзниками, имеет определенное доверие и у союзников, и самое главное, у народа. Народ сейчас проклинает Никола, проклинает его шайку, которая два с половиной года назад незаконным путем захватила и узурпировала власть в стране. Еще очень важно, я хочу подчеркнуть, что 17 партий именно в этом сегодня, так сказать, объединяет свои усилия. Среди этих партий каждый имеет свою политическую программу. Каждая из этих партий имеет свой идеологический базис. Но это нам не мешает, наше различие, наше прошлое, кстати, потому что у нас у всех, так сказать, своя линия политическая, свой путь политический. У некоторых очень короткий, у некоторых достаточно длинный, у некоторых очень длинный политический путь. Но мы сейчас отбросили наши разногласия по различным вопросам, по идеологическим, тактическим, политическим и так далее. И сейчас все мы считаем, что Никол это угроза национальной безопасности нашей страны. Некоторые круги, они сейчас вводят оборот ту мысль, что 17 партий, они пользуются кризисом политическим, и это борьба за власть. Кому перейдет власть после того, как премьер уйдет в отставку? Значит, кризис не политический, а национальный. Политического кризиса у нас нет. У нас есть национальный кризис. Это потеря территорий, это потеря армии, участия армии, и вооружений, и численного состава. Это гибель около 5000. наших солдат и добровольцев. Это тяжелые увечья, полученные порядка 10 тысячами наших солдат. Это раненые люди, которых надо лечить, их надо восстанавливать. Это без вести пропавшие. Это оставшиеся без кормильцев семьи. Это 100 тысяч беженцев. Это 20 тысяч людей, которые просто потеряли свои дома. Они разрушены во время азербайджанской агрессии ударами по гражданским объектам. Это уничтоженные школы, это уничтоженные детские сады, больницы, дороги, инфраструктура и так далее. Это не политический кризис. Это национальный, очень тяжелый кризис. Это еще и новое требование к системе безопасности, потому что та система безопасности, которая была до этой войны, она уже не существует. Ее развалил Никол. И развалил специально. Специально. То есть сейчас нужно создавать новую, совершенно новую систему безопасности. новую систему международных, вливание в международные отношения Армении и так далее. То есть совершенно другая ситуация. Это не политический кризис. Это национальный кризис. Из него выходить силами оплеванной власти, оплеванной азербайджанцами, оплеванной собственным народом. Власти, которая сама же развалила страну. Специально развалила страну. Мы предупреждали. Два года назад, и два с половиной, и год назад я выступил с обращением к Николу, что надо создавать правительство национального согласия и так далее. И в течение, и до войны, и в течение войны выступали специально. Они не принимали наши никакие, никакие, никакие наши предложения даже не обсуждались. Даже не обсуждались. Потому что была цель. Никол пришел, вернее, его привели, он-то сам мало что из себя представляет, он не может прийти. Его привели за шкирку. Соросовские либеральные западные круги сделали им, и для него, вернее, цветной переворот для того, чтобы а, уничтожить всю армянскую национальную систему ценностей, национальную культуру, национальные, традиционные, национальное, значит, понимание, что хорошо и что плохо, национальное образование и так далее. То есть церковь, впустить сюда всякого рода сектантов, передать им власть, и все вот это вот общее, то есть уничтожить армянскую самобытность, национальную самобытность. Для чего? Для того, чтобы поставить нацию, то есть лишить ее самобытности, лишить ее национального самосознания и поставить нацию, уже не нация, это уже какой-то, если люди лишенные всего, лишены даже самостоятельно мыслить. Вот это уже поставить под контроль Соросовских структур. Это раз, это его задача. Вторая его задача уничтожить Арцах. И третья его задача после уничтожения Арцаха уничтожить армяно-российские отношения, присутствие России в Армении, убрать российскую базу, убрать российских пограничников и так далее. Вот эти три задачи были, когда он приходил к власти. Две из них он уже сделал. Мы не будем допускать, чтобы он попытался добить до конца уничтожение национального самосознания. Мы не допустим, чтобы окончательно погиб Арцах. И мы не допустим того, чтобы отсюда ушла Россия. Как гарант нашей независимости, гарант нашего суверенитета, гарант нашей национальной безопасности. Вот этого мы не допустим. Поэтому это не борьба за власть. Это борьба за выживание Армении. Выживание армянского народа. Вот этот Никол, он вчера заявил, что он там сделал какие-то программы, какие-то там расчеты и так далее, в результате чего ошибся, как он заявил. Так вот, цена его ошибки это потеря и части суверенитета нашей страны, и территории, и всего, что я сказал, людские потери и так далее. Еще одна такая ошибка, если останется вот этот ошибающийся, так называемый, ошибающийся товарищ у власти, еще одна ошибка, это будет полный конец нашей стране и нашему народу. Поэтому мы не имеем права оставлять у власти человека, который врет постоянно, а он врет постоянно. Он врет везде, постоянно, он врет по всем вопросам и всем в мире, и своему народу, и союзникам, и несоюзникам, и всем, понимаете? И мы не имеем права оставить у власти вруна, мы не имеем права оставить человека, который, как он говорит, ошибается, и результатом его ошибки бывают такие катаклизмы для нации. Катаклизмы, которые десятилетиями будут иметь свои отрицательные последствия. Так что, вот то, что говорят, там политический кризис, мы это не принимаем, там борьба за власть тоже не принимаем. Что мы думаем и как мы думаем делать, какова будет структура власти в Армении? Безусловно, Николу остались считанные дни, вот, считанные дни. Тема Никола уже скоро перейдет в уголовно-процессуальную область. Потому что надо создавать комиссию, и надо изучать, как, почему, вот, произошло то, что произошло во время этой войны. Да, он будет отвечать. Он и его шайка. Вот они все будут отвечать уже перед законом. Поэтому эту тему мы уже, как бы, и это само собой разумеется. Что будет дальше? Вот 17 партий создали, создали практически, ну, уже практически создали мы комитет национального спасения. Комитет национального спасения должен будет создать временное правительство. Временное правительство должно будет распустить парламент и назначить новые парламентские выборы. Но в течение этого всего времени временное правительство должно будет заниматься вопросами реализации рамочного соглашения. И там очень много вопросов. Очень много вопросов. Начиная, куда будут возвращаться беженцы? Что будет с теми людьми, села и города, которых остались под азербайджанской оккупацией? Кто будет их защищать? Будут ли они возвращаться в свои села? И тогда, как будет обеспечиваться их безопасность? Безопасность наших святынь, безопасность кладбищ, захоронений, памятников. То есть, очень много вопросов. При том, что Азербайджан провоцирует. Провоцирует сейчас. Мы видим, что оскверняются наши храмы. Мы видим, что уничтожаются наши захоронения, памятники. Мы слышим, как Алиев заявляет о том, что никогда никакого статуса на горном Карабахе не будет и так далее. Вот это очень серьезные провокации со стороны Азербайджана. Потому что Азербайджан, я думаю, он хочет спровоцировать Армению на какие-то действия по пересмотру заявления. Поэтому, я думаю, что вот здесь надо еще раз обратить внимание на позицию Азербайджана. Пресечь те провокационные действия, которые он делает. И решать уже все вопросы поэтапно. И, значит, в соответствии с международным правом. И еще один вопрос, Хайк Борисович. Власти во главе с Николом Пашиняном сегодня утверждают, что благодаря этому соглашению удалось спасти хоть часть территории, спасти жизни 25-30 тысяч солдат, которые могли попасть в окружение. Была ли возможность не доводить ситуацию до вот такого кризиса, когда осталось около 2000 квадратных километров от 12 тысяч? Были ли предложения? Мы знаем, что от вас тоже поступали предложения. В какой момент можно было, на ваш взгляд, остановить уже начавшиеся военные действия и как-то сохранить, не доводить ситуацию до вот такой точки? Была ли такая возможность? Во-первых, можно было не доводить до того, чтобы начались военные действия, началась война. Задачей государственного управления, руководства страны является решение вопроса на дипломатическом поле и не доведения до того, чтобы началась война. Никол сделал все, чтобы это началось, не насмотря на то, что ему многократно было заявлено и со стороны политиков, и со стороны дипломатов, и со стороны генштаба о том, что страна не готова к такой войне и что страна не выдержит эту войну. То есть то, о чем он сказал вчера, что он принял решение воевать, вот это и есть предательство в данном случае, когда ты знаешь, что ты идешь на войну, которую проиграешь. Заранее тебе все говорят об этом, что ты ее проиграешь. Значит, надо было действовать не так, как какой-то психбольной в палате, а действовать как ответственный политический деятель, руководитель страны, который несет ответственность за то, что происходит с этой страной. Это раз. Во-вторых, да, действительно, были очень многократные с моей стороны, и не только с моей стороны, были попытки подсказать те действия, которые нужно было делать уже во время войны. И до войны, и после начала военных действий. Абсолютно никакой реакции даже не интересовало вот эти власти, что предлагают политические силы. политические силы, которые имеют в сто раз больше и политического опыта, и политического чутья, и уважения среди наших партнеров. Вот этим вот беспризорникам, вернее, они под присмотром соросовцам, вот этим соросятам им было важно только мнение одной стороны. Это мнение вот мирового соросизма. Вот это им важно. Все остальное, как и результаты, им абсолютно неинтересно. и то, что сегодня практически они себя пытаются как-то показать, что мы вот такие вот хорошие, мы что-то спасли. Ничего они не спасли. Спасли российские миротворцы. Спасли российские миротворцы, которым низкий поклон. И низкий поклон политическому руководству России, которое ввело, смогло найти возможность, несмотря на то, что Никол сопротивлялся в течение всей войны, смогли ввести войска миротворцев и остановить вот кровопролитие. И, да, и Степанакерд, и, значит, окружение, как Никол сказал, вот этих 20 от 20 до 35 тысяч солдат. Насколько надо быть дебилом, насколько надо быть дегенератом, чтобы допустить окружение 35-тысячной армии? Ее же окружала не миллионная армия. У Азербайджан, как заявил, ввел войну 100-тысячную армию. Так как же можно было вообще допустить мысль о том, что такая мощная группировка 25-35 тысяч человек могла бы быть окружена? Вот об этом речь. О бездарности речь, о предательстве речь. Вот, то есть это ж полный кретинизм. Так, вместо того, чтобы эта мощная военная группировка защищала Шуши, вот, она еще и могла бы оказаться, оказывается, в окружении. Это ж признание в собственном дебилизме. Это признание в собственной никчемности. Ну да, когда жена премьера почему-то находилась в бункере около самых секретных карт, наверное, так и должно было быть. Наверное, этим и должно было бы окончиться все. Вот. И вообще непонятные люди оказывались у самых секретных карт. А потом мы получали убийство наших руководителей армии обороны Нагорного Карабаха, убийство или ранение там и прочее. Мы получили... И вообще непонятно, как сдали Шушу. Как сдали этот город, неприступный город. Как нам заявил Никол, это было сначала диверсионные группы, потом еще группы, а потом город сдали. Но вот на кого рассчитаны такие заявления? На олигофренов? Поэтому, еще раз говорю, что конкретно наша партия видит наше политическое будущее, в смысле нашей страны, в том, чтобы создать политический союз с Россией. И это очень ответственное заявление. Причем мы это заявление сделали 18 сентября. До того, мы потребовали отставки Никола 18 сентября за 10 дней до войны. Потребовали отставки Никола, потому что мы видели, что страна подошла к грани катастрофы. Тогда еще она подошла к грани, сейчас мы уже перешли за эту грань. И мы заявили, что политический путь обеспечения независимости, суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Республики Армения и Республики Арцах, в том, чтобы мы вышли на новый уровень отношений с Россией. Это политическое единство, это новый союз. Новый союз. Сейчас, после того, что произошло, это видение нашего будущего, оно не поменялось, оно наоборот укрепилось. И у нас не так много времени. У нас на это дело 5 лет. Спасибо, Айк Борисович. Напомним, что в студии Рявунг ТВ мы беседовали с председателем партии «Союз Конституционное право» Айком Борисовичем Бабуханяном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова